Привет! Сейчас июнь 2012 года. Меня зовут Костя Коваленко. И это моя новая инструкция о практике посыла любви. Начнем с практики. Сейчас я практикую посыл любви так. Я произношу вслух или про себя слова, которыми сообщаю самому себе, что надо делать. К примеру, я говорю, без малейшего усилия представляю, что по-настоящему посылаю себе любовь в виде яркого розового света отовсюду. Ну, когда я произношу эту фразу один раз, вдумываясь в произносимые слова, я начинаю уже чувствовать себя чуть лучше. Мне становится чуть-чуть приятно. Я могу еще раз произнести ее, еще раз. И с каждым разом, если я вдумываюсь в эти слова, как бы становится все лучше. Ну, сейчас я объясню эти слова. Значит, я начинаю с фразы без малейшего усилия. Как я объясняю в других текстах и видео, любовь – это всего лишь принятие или решение принимать. И потому для любви не нужно никакого усилия. Для того, чтобы отнестись с любовью к человеку или к чему-то, все, что необходимо, это лишь принять решение. Итак, для того, чтобы что-то любить, для того, чтобы отнестись к чему-то с любовью, не требуется ни малейшего усилия. Для этого достаточно лишь принять решение. А принятие решения – это акт воли. И для этого усилия не требуется. И даже наоборот. Где есть усилия, там есть сопротивление. Получается, что где есть хоть малейшее усилие, это уже не любовь, а что-то другое. Хорошо. Значит, я говорю, без малейшего усилия представляю. слово «представляю» – это прямая инструкция самому себе, что мне надо сделать. Так как любовь – это принятие, решение принимать, так как любовь – это не материя и не энергия, а всего лишь решение, решение, то мы не можем любовь послать. Хоть мы и говорим посылание любви, посыл любви, но это посылание любви – лишь модель, описывающая какой-то реальный процесс. А реальный процесс – мы к чему-то относимся с любовью, принимаем решение относиться к чему-то с любовью. И для того, чтобы как-то это для себя сделать понятнее, мы это облекаем в форму модели посыла любви. И так, и для того, чтобы вот, что мы реально сделать можем? Реально мы можем лишь представить, что посылаем любовь. Потому что представить мы можем вообще все, что угодно. В детстве мы представляли, что вот мы играем в пиратов, вот в разбойников, вот в войну, вот в доктора. Так мы можем сейчас представить все, что угодно. В какой форме? Ну, кто-то представляет себе в визуальной форме, для других это другая форма. и у меня отсутствует способность, что легко закрыть глаза и все, что угодно видеть четко. У меня эта способность отсутствует. Но я могу представлять вот в такой форме. Произношу слова и у меня возникает в какой-то форме представление об этом. Как я вам скажу, представьте, что вы летите на космическом корабле, и вот у вас в руках бластер, ну, в какой-то форме вы себе это представите. Вот этого достаточно. Хорошо, значит, без малейшего усилия представляю себе, что по-настоящему посылаю. По-настоящему. Когда-то я сообразил, очень сильные ощущения при практике посыла любви возникают в тот момент, когда я осознаю, что вот это, что я представляю, что я посылаю, это настоящая любовь. Ну, или другими словами, что я по-настоящему посылаю любовь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И я просто стал эти слова произносить явно, не просто подразумевать их, а стал произносить их явно. Без малейшего усилия представляю, что по-настоящему посылаю себе любовь. При посыле любви я стараюсь каждый раз явно произносить, что я посылаю, представляю, что я посылаю именно любовь. И мне нравится образ в виде яркого розового света. Это образ из книжки Джо Толве в виде яркого розового света. И сейчас я говорю отовсюду, со всех сторон. в модели посыла любви, которую Клаус Джоула писал в книжке Посланник, он предлагает представлять, что мы создаем любовь в центре груди, открываем заслонку, и любовь оттуда изливается. Эта модель очень сложна для меня и оказалась сложной для многих других читателей Клауса Джоула. книг Клауса Джоула, который я перевел с английского. И сейчас я пришел к пониманию, что можно пользоваться более простыми моделями, и от этого качественного процесса не становится хуже, а только улучшается. сейчас я не делаю вот это вот предварительно представить, что я создаю любовь, а потом вот только посылаю ее, а я сразу представляю, что я посылаю, что она уже есть. Ну и еще я хочу сказать про посыл любви. Очень важная составляющая это правильно это делать и регулярно делать. Про правильно про правильно читайте в моей книге, которую я составляю сейчас в сети на моем сайте. А про регулярно, почему это важно? В общем, это важно, и важно каждый день это делать. Как можно это делать? Придвижите к какому-то регулярному действию. Кто-то там, когда едет в транспорте на работу, регулярно это делает. Кто-то каждый день с утреннего заряда. Кто-то специально каждый день выезжает на природу. Или я, например, выхожу, прогулку делаю и каждый день во время прогулки практикую посыл любви. Хотя практикую его и время от времени в течение дня когда вспоминаю. Но прогулка это что-то, что я каждый день делаю. И важно еще обдумывать что получается и что нет. Если есть регулярная практика, есть почва для обдумывания. Чтобы вы сами думали над причинами, искали причины. ищите ответы в моей книге. Ну вот что хотел сказать. Регулярность и правильно делать. Успехов! так, ну вот вкратце я объяснил и еще раз это повторю. Без малейшего усилия представляю, что по-настоящему посылаю себе любовь в виде яркого розового света отовсюду. Ну точно так я могу сказать в вашу сторону. Без малейшего усилия представляю, что по-настоящему посылаю всем зрителям этого видеоролика любовь в виде яркого розового света отовсюду. и представляю, что все зрители этого ролика получают посланную мною любовь. И представляю, что все зрители этого видео чувствуют эту любовь и начинают сами светиться любовью и излучать любовь. И что мне приятно чувствовать эту любовь. спасибо, что посмотрели. Пока.